В общем, столкнулся с такой проблемой. Решил я настроить струны на своей гитаре в формат alespol так, чтобы после 12 лада тоже были правильные ноты. То есть до 12 лада настроить гитару никаких проблем не составляет, но если вы прижмете струну на 12 ладу, то она должна звучать в унисон, точнее на октаву выше, чем открытая струна и регулируется с помощью вот этих ползунков. Что я начал делать? Я прижимал струнду на 12 ладу и она низила очень сильно и мне пришлось выкручивать вот этот ползунок, то есть я его закручиваю по часовой стрелке и вот этот порожек он начинает передвигаться в переднее положение вот я закрутил винт до конца, но все равно струна чуть-чуть, но не строила. И как вы видите, посмотрите, внимательно увидите, что они расположены в разные стороны смотрят. Первые три струны плоской стороной смотрят вперед, а последняя, четвертая, пятая, шестая струна наоборот развернута в обратное положение. В общем, что можно сделать? Не надо бежать никакому гитарному мастеру, не надо передвигать вот этот порожек, как многие в интернете пишут, что типа на заводе вот этот тюноматик немножко там ошиблись и сдвинули там на 5 миллиметров. Из-за этого гитара не строит. На самом деле все просто. Снимаем тюноматик, вытаскиваем вот эту пружинку. Вот она с обоих сторон вставлена в отверстие. С одной стороны и с другой стороны. Вынимаем вот эту пружинку. Все, все вот эти ползунки мне вывалились. Ну, кстати, заодно можно почистить вот это все содержимое, потому что тут очень много скапливается пыли различного, так называемый, биоматериал. И вам самим будет приятно, если вы будете играть. Вот видите, сколько здесь пыли. Грязь тоже какая-то черная. В общем так, что мы делаем. Мы вот этот упор выкручиваем и разворачиваем в обратную сторону. И за счет этого у нас как раз появится почти 2 миллиметра запаса. И значит нам удастся настроить гитару, точнее шестую струну. Строго потюнуло. То есть я выкручиваю, вот таким образом. То есть получается вот я уже кручу до конца, Вот раньше в этом месте он уже останавливался и не крутился А теперь получается у меня еще есть запас хода, почти 2 мм И это позволит мне настроить струну правильным образом Но обычно вот это нужно делать только на последней струне, на шестой Все остальные струны уже там хватает запас Заодно потратите все Видите, какая грязь Ну, надо на место поставить вот эту пружинку Это, конечно, немножко сложнее сделать, потому что Тут есть где маленькие дырочки Сначала вставляем в одну Видите, надо придерживать рукой, потому что они выпадают, вот эти позвонки Седло, наверное, скорее всего называешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я поставил на место ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я поставил на место ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь все буду ставить на гитару и настраивать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот я поставил на место ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и приступаю к настройке то есть вот я воспользовался у меня сейчас на компьютере включен гитарик и одновременно я запустил на телефоне приложение то есть вот 12, значит, со старой стороны теперь прижимаю на 12 ладу видите, чуть-чуть она немножко низит вот теперь все правильно, видите?